Еще один вопрос от Вадима, который вспоминает передачу от 6 мая, прошлый вопрос-ответ, где прозвучало ваше мнение, что выживание японского народа напрямую зависит от того, войдут ли они в состав Восточного федерального округа. Японского федерального округа, это будет отдельный округ. Можете хотя бы кратко ответить на вопрос, не потеряет ли свою идентичность Россия, сохраняя народ Японии? Ведь вы в каждой передаче говорите, что беженцы погубят Европу, что они сейчас и делают. А кучка бандеровцев, пришедших из Западной Украины, переформатировала превосходящее население русского мира на саму Украину. Нет, категорически не так. Ведь присоединяя Японию, русский народ не то, что примет небольшой народ в свой состав, не отличающийся своей любовью к России, схожестью мировосприятия его населения с нашим, но автоматически сделает русских национальным меньшинством. Нет. Значит, прежде всего, я уже неоднократно говорил о том, что у Японии очень кризисная ситуация, вымирание населения идет бешеными темпами, качество молодого населения очень и очень плохое, они ищут себя, они как бы спасают себя в уединении в комнатах, в культуре, аниме, где угодно, но это люди, которые уйдут, не оставив следа в истории. Япония, я же почему и говорю, у японцев есть шанс сохраниться как народ только в составе японского федерального округа, в составе России. Что касается России, не будет никакого меньшинства вообще по одной простой причине, что все определяет концепция управления. Если на Западе западные культуры народов западных стран стали беззащитными в результате культуры, внедренной культуры мультикультурализма, масломасляное, но тем не менее, то в России есть цивилизационная культура гармоничного развития всех народов с сохранением их культурной идентичности и изменения их культуры, если она в чем-то расходится с божьим промыслом, в сторону соответствия божьего промысла. Коррекция происходит. То есть было рабовладение, происходит коррекция в сторону отказа от рабовладения. И вот другими моментами. Что же касается какой-то агрессивности, то вот чупчи – это очень боевой народ. И пока они пришли русские, то от чупчи страдали все народы Дальнего Востока. Они всех подавляли. И не просто далось усмирение чупчи, но теперь чупчи понимают, что они смогли сохраниться как культурной идентичностью только в России. Другого варианта у них нет. То же самое и с народом Японии. Народ Японии стоит на грани вымирания. Пусть 126 миллионов населения современной Японии никого не вводят в заблуждение. В лучшем случае сейчас в Японии можно ориентироваться на миллионов на 20-30. Все остальное это в ближайшее время просто уйдет в никуда. Это последний вопрос на сегодня. И вот сегодня мы неоднократно говорили о качестве управленческого корпуса культурной элиты так называемой и народе. И мы постоянно сталкивались с тем, что реальные шаги всей элитарной тусовки они не отличаются ни патриотизмом, ни каким-либо комплементарным отношением к русскому населению. Они смотрят на Запад, они мечтают быть рабами у Запада. Они, наворовав деньги, стремятся уехать в Лондон. И не смущает, что в Лондоне их там убивают, деньги забирают. Они все равно туда стремятся. Они стремятся своровать здесь и убежать туда. Почему? Люди холопского звания сущие псы иногда. Чем тяжелее наказание, тем им милее господа. Чем больше их там убивают, тем больше они будут туда стремиться. Они хозяина ищут. И русский народ они ненавидят только потому, что русский народ одним своим существованием напоминает, что человеку должно быть человеком. Не рабом, не холопом, а человеком. И утверждение, что на Украине бандеровцы переформатировали культуру, это совершенно не так. Там несколько иная ситуация. Вот у Мао Цзэдуна есть такое в цитатнике выражение «Винтовка рождает власть». Шестой приоритет на определенном этапе дает иллюзию власти. Вот сейчас ровно то, что происходит. Государственный аппарат полностью обслуживает интересы сведомизма и воспитания бандеровщины. Но это полностью расходится с внутренним мироощущением населения. И то, что оно не выражается в массовых каких-то явлениях, надо понимать простую вещь. Всякие майданы и болотные состоятся только тогда, когда вложены определенные ресурсы, в том числе и управленческие. А самое главное, есть воля к его проведению со стороны управления. Если бы управленческий корпус, управленческая система во главе с президентом Януковичем не захотела бы, чтобы этот майдан состоялся, он бы не состоялся. Если бы Дмитрий Анатольевич Медведев не захотел, чтобы болотное состоялось, никакой болотной бы не было. Это делается на отмашку. И то, что Янукович пролетел как фанера над Парижем, а Медведев не пролетел, только потому, что у Медведева Путин рядом. И Путину совсем не надо, чтобы в стране шла гражданская война, как на Украине. И поэтому, спасая Медведева, он спас страну. Только так Медведев не оказался в положении Януковича. Причем Януковича того, который он должен был быть по факту, а его планировали убить, и только наши спецслужбы спасли его. Так бы и было с Медведевым. Удалась бы болотная площадь, Медведеву бы ликвидировали те, кто должны прийти ему на смену. Это логика всех вот этих майданных революционных мероприятий. Потому, что нужно зачистить, убрать тех, кто в этом деле участвовал в их организации. Янукович участвовал в Майдане не меньше, чем тот же Порошенко, Тимошенко, Яценюк, кто он свободу возглавляет-то. Господи. Да все эти фашистские ублюдки. Поэтому там все держится на власти винтовки. как только армия Новороссии в лице объединенной армии Луганской и Донецкой республики придут и наведут порядок на всей Украине, тягнемок, да, вот, все моментально, бандеровщина заползет в свои склепы и там будет тихо помирать. Да, отравленная молодежь попытается что-то сделать, но с Гитлера Югендом и как его Вольф Вольф нет, нет, не Фолькштурм. Была попытка организовать партизанские отряды на территории Германии вылетело из головы. Вот. Есть опыт и будет решено все эффективно. Так что это не вопрос. да, Вервольф. Вот. Все будет решено эффективно. Но вопрос заключается в другом. Вот жить нужно здесь и сейчас. Что сейчас идет? Сейчас чиновничий корпус всеми силами давит население. Я уже приводил пример, как вот чиновники работают на то, чтобы обрушить конкретно национальный проект «Земский доктор». А примеров таких масса чиновники везде вредят, везде вредят, потому что им страшно будет, что с них будут спрашивать по профессионализму. Сейчас они по праву рождения занимают свои чиновничьи места, а потом будут «А ты умеешь что-то?» «Нет, не умеешь, тогда иди и учись, а я ничего не умею и нигде не хочу работать, но зато я ненавижу Россию и восторгаюсь Соединенными Штатами». Так вот, движимые вот этой идеологией, они сейчас занимаются и патриотической пропагандой, делая ее ну просто неприемлемой, люди отторгают такую пропаганду, а на основе этого уже другие либерасты работают. Это на два паса. Одни и те же либерасты одной и той же идеологии, но один занимается типа патриотической пропагандой, а другой показывает, это не для России, это вот неправильно, это власть он давит, поэтому нечего надеяться на каких-то там чиновников. Сегодня в моде патриотизм, они говорят патриотизм, они много говорят о патриотизме, но они его дискредитируют всеми способами, они выхолощивают саму идею патриотизма, они работают под прикрытием лозунгов о патриотизме против России, они настраивают народ против России, они хотят, чтобы народ вышел на Майдан и снес государство, и тогда снова наступают золотые девяностые, они ни за что не отвечают, они уничтожают народ, и хозяинами доволен, а можно воровать деньги и ехать куда-то, они не понимают, что в общем-то Европа уже приговорена, там будет исламский халифат, если ничего не изменится, а что может измениться, Россия устоит, и тогда сохранится культурная идентичность в стран Европы, если, конечно, Европа будет еще к этому времени обладать ресурсом самовосстановления, но опять же, это от Европы сейчас зависит, будет работать вместе с Соединенными Штатами давить Россию, ну, Европа приговорена, будет работать на свои интересы, вон, как работает Орбан, отнюдь не пророссийски настроенный, нет, Орбан и какое-то комплементарное отношение к России это совершенно разные вещи, у него свой интерес выжить и в Венгрии, но это соотносится со всем интересом, наведение порядка везде и прекращение войны везде, так вот, что же делать людям, надо понимать, что чиновничий управленческий корпус безмерно раздутый, абсолютно неэффективный в управлении процессами в народном хозяйстве, он еще и антироссийски настроенный, а что делать населению, а население как те пловцы, спасение утопающих делорук самих утопающих, нужно изучать законы управления сложными социальными суперсистемами общества и применять эти знания на практике для того, чтобы защитить интересы своей и своей семьи, для того, чтобы защитить интересы того государства, в котором мы живем, защитить интересы нашей Родины, России. Выплывем только все вместе, выплывем, когда будем создавать массовые статистики, в которых варианты развязывания любой гражданской войны, любой социальной напряженности не пройдут. А для этого нужно каждому знать, как управляются сложные социальные суперсистемы. Такие знания изложены только в концепции общественной безопасности. И надо помнить, каждый в меру понимания работает на себя, а в меру непонимания на того, кто знает и понимает больше. Поэтому садитесь за учебники, расширяйте меру своего понимания, осваивайте знания об управлении сложными социальными суперсистемами, становитесь концептуально властными, защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте счастливы, мирного неба вам над головой. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok